Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет. Более 40 лет студенты классического университета собирали рассказы жителей сельской глубинки. За это время накопились целые горы материалов. И только в 2012 году губернатор Алтайского края поддержал инициативу филологов о создании книги «Алтайская деревня в рассказах ее жителей». 22 февраля состоялась презентация этого издания. Мне кажется, что «Алтайская деревня» в рассказах ее жителей – это тот проект, которым можно гордиться. Это не в пересказе писателей, это не в пересказе очерка журналиста, а это живая история, это живая речь, это живое воспоминание тех людей, которые жили. И этим, конечно, она цена. Книга состоит из трех частей. В первую часть вошли рассказы, присланные в редакцию всеми заинтересованными в проекте. Около 50 из них по решению жюри вошло в книгу. Материалы второй части подготовлены сотрудниками исторического факультета АлтГПА под руководством доктора исторических наук профессора Татьяны Кирилловны Щегловой. Третью часть составили тексты, которые записывались с 1970-х годов коллективом кафедры общего и исторического языка знания АГУ. Для того, чтобы познавать жизнь прошлого, нужно изучать ту историческую память, все то, что человек помнит об этом, как он реконструирует, как он оценивает. И вот это многообразие точки зрения, оно дает не плоскостное восприятие прошлое, оно позволяет, во-первых, его осмысливать, во-вторых, выбирать свою позицию, и, в-третьих, уважать тех, кто жил в тот предыдущий период времени. На страницах книги более 120 рассказчиков, наших земляков, которые поделились своей личной историей о переселении предков на Алтай, об основании деревень, о тяжелом времени Великой Отечественной войны, о поднятии целины. Язык героев абсолютно непривычен для современного поколения, но тем и познавательнее читать книгу, наполненную настоящей историей. Филологи единственны на Алтае, кому удалось записать диалекты людей, родившихся еще в XIX веке. Эту книжку будут читать старожилы, потому что им приятно вспоминать и понимать, что то, что они знают, где-то опубликовано. Ну а посоветовать, конечно, молодежи. Пусть молодежь прочитает и поймет, какая она настоящая история. Людмила Белозерских, Лев Тюрин, учебная телерадио-студия факультета журналистики.